С потолка в подъезде капает вода. Окна с первого по пятый этаж запотели. Из подвала валит пар. В таких условиях людям приходится жить уже больше месяца. Мест был в паров. Такое ощущение, что мы в бане находимся. И никто нам не мог помочь. В течение месяца эта проблема досаждала нам всем. Окна потеют, двери мокрые, кругом конденсат. Откроешь дверь – холодно, закроешь дверь – еще хуже. Люди задыхаются в своих квартирах. Только спустя месяц на соседний адрес, где произошла авария, приехали коммунальщики. Воду из колодцев откачали. Постепенно она начала уходить из подвала 175-го дома. Но пар продолжает идти. И в каком состоянии теперь коммуникации – непонятно. За чей счет их должны ремонтировать тоже. Люди не понимают, почему вновь должны скидываться на текущий ремонт из-за того, что кто-то не выполняет свою работу вовремя и должным образом. Кроме того, пока в подъезде стоит испарение, краска со стен начала облетать. Некоторые участки покрылись плесенью. У нас проблема состоит не только как бы в подъезде пар, но еще и в квартирах добрался этот пар. Все двери перекосило. Даже очень тяжело открывается уже в этот момент. Все стены облупились. Все это побелка промокла и сыпется. И получается полный тут как бы оврал. Жители настоятельно просят ответственные службы своевременно реагировать на обращение, наконец начать выполнять свою работу. А управляющую компанию ждут в гости на оценку нанесенного ущерба. Ведь стены теперь сами себя не покрасят. А теплоузел, который месяц был затоплен горячей водой, возможно будет работать недолжным образом. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ.